Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Каждую осень в этой студии мы говорим про отопительный сезон. Такой ритуальный эфир, когда мы подводим какие-то данные о том, какие ремонты были сделаны летом, что будет у нас в ближайшую зиму. В этом году компания СГК заявила уже, что они не только готовы к отопительному сезону, но якобы даже готовы подходить к этому процессу индивидуально. Система немного изменилась и подключать тоже индивидуально. Так ли это на самом деле? Будем говорить сегодня с нашим гостем, директором теплотранспортного подразделения СГК Сергеем Ивановым. Сергей Валентинович, добрый вечер. Добрый вечер. В пятницу компания объявила, что готова подключать дома к отоплению, но это не наделало особого шума, потому что так происходит каждую осень. Что касается вот этого индивидуального подключения, когда якобы чуть ли не каждый дом может прийти и сказать, уважаемый СГК, подключите нас. Так это или не так? И что имелось в виду? На сегодняшний день у нас все тепловые сети на циркуляции. То есть технически мы готовы уже с пятницы подключать всех желающих, потреблять тепловую энергию по мере необходимости. Как наш потребитель примет решение, мы готовы обеспечить отопление в жилых домах, либо в социальных сферах, либо в социальной сфере. Ну смотрите, когда вы говорите «наш потребитель», что имеется в виду? Это в целом город Красноярский, мы ждем, как обычно это происходит, мэрия и глава города подписывает распоряжение, старт отопительного сезона, и вы подаете отопление. Либо это немножко по-другому? На сегодняшний день 90% объектов по теплоснабжению, те, кто имеет договора с предприятиями сибирской генетической компании, я тех потребителей называю своими, то есть те, кто имеет договора с предприятиями СГК. То, что касается, то, что вы задали вопрос, то я вижу два пути. То есть распоряжение главы города, но напомню, оно подписывается после пресловутых 5 суток среднесуточная температура плюс 8 градусов. Либо объект, например, соцсферы подает в телефонном режиме заявку и подключает отопление. Раньше нам всегда говорили, что невозможен какой-то индивидуальный подход, потому что система работает так, что... Я, конечно, не технический специалист, да, ТЭД законсервировано, вот ее расконсервирует тепло, идет по трубам, и всем единомоментно это подается. Каким образом речь может идти о том, что, например, директор детского садика позвонит и скажет, я хочу отопление. Вы можете мне дать? На сегодняшний день мир не стоит на месте, и мы все делаем для того, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение, пожелание наших абонентов, и подать тепло в ту минуту, когда ему надо. Отопление не надо будет, когда уже будет на улице минус 20, уже поздно будет подавать. Надо подать отопление в тот момент, когда надо потребителю, чтобы не было заболеваний, было комфортно. Поэтому мы большую работу провели, как инвестиционную программу, построили дополнительные сети, увеличили диаметры, и у нас на сегодняшний день все сети на циркуляции. При подключении абонентов, детских садов, поликлиник, мы будем путем включения дополнительных насосов увеличивать располагаемые перепады, увеличивать циркуляцию горячей воды в трубах. Все ТЭЦ СГК также готовы, и по мере набора нагрузки будут догружаться энергообъекты. Я не буду сейчас попытаться как-то сформулировать вопрос по-особенному. Сегодня, когда мы готовили этот эфир, мы с многими специалистами разговаривали и говорили о том, что цивилизация пришла и в Красноярск, теперь можно как-то индивидуально подключать. Нам все почему-то сказали, это невозможно, система Красноярска не подходит для этого. Либо всем отопление, либо никому. Что можете на это сказать? Со всей уверенностью, говорю с стопроцентной уверенностью, что мы на сегодняшний день готовы. Один объект подключим один. Есть желание подключить тысячу один, подключим тысячу один объект. До конца недели у нас ряд тепловых сетей находится на реконструкции. Они не мешают нам на сегодняшний день подать уже отопление. Действующих тепловых сетей, насосных, диаметров, хватит для обеспечения уже на этой неделе всех желающих подать тепло. Это же не значит, что если какой-нибудь микрорайон скажет, мы хотим отопление, то завтра у них будет тепло. Ведь мы тоже много лет слышали о том, что после подключения происходит еще несколько дней, когда вода нагревается, она доходит до потребителя. Сейчас все это сохраняется или будет как-то по-другому? На сегодняшний день 70 градусов у нас в тепловых сетях. И для температуры на улице плюс 8, плюс 7 – это достаточная температура. Еще раз, при подключении абонентов наших потребителей будет только увеличиваться расход воды. А уже когда температура наружного воздуха будет ноль и минус, тогда уже будет значительный рост температуры теплоносителя. Поэтому если какой-то детский садик, поликлиника или там дом культуры завтра скажет «хочу тепло», поддается телефонограмма, либо в писемном виде или электронной почты, либо по телефону диспетчеру уведомляется, что я с 14 часов начинаю потреблять тепло. Обычно у этих объектов имеется узло учета. Мы себе журнал записываем, нам это надо для режимов, для гидравлики. И потребитель начинает практически мгновенно, как только он открывает задвижки у себя в подвале. Если надо, развоздушит его сантехник до этого предприятия, то уже в течение получаса отопление в этом здании будет. А как у нас теперь трубы как-то по-другому построены? Что там, к любому объекту у вас заведена отдельная, другие не участвуют объекты в этой системе? У других объектов, которые решат, что ему еще жарко, или он не хочет подключать тепло, у него закрыты задвижки на входе в здание. Либо на ИТП, индивидуальный тепловый пункт, либо в камере. Ну, а те, кто сомневается, например, в ваших словах, они могут говорить о том, что, ну, как система, вода идет по трубам далеко. Ради одного объекта вы же не будете все это запускать, потери, денежная составляющая. Ну, вот, напомним, мы уже, наверное, лет 8 или 9, у нас сети на циркуляции. Что это значит? Что у нас давление есть и прямой, и обратки, и сети работают, они под нагрузкой. Тепло идет к потребителю, потом возвращается, на ТЭЦ догревается и возвращается опять к потребителю. Поэтому сети уже на циркуляции, и мы технически сегодня готовы. Поэтому никакого роста там потери не будет. Поэтому даже один объект, детский сад, например, в Черемушках или в Советском районе, завтра подаст заявку, мы обеспечим теплоснабжением. Хорошо. Вот вы сейчас говорите про социальные объекты, да? Те, за которые, если раньше будет подаваться отопление, будет платить бюджет. Что касается жилых домов, к ним такой же принцип? Или это уже немножко другая история? По жилому фонду здесь два момента. Здесь либо надо решение собственников жилья, протокол и так далее. Тогда после этого управляющая компания обязана будет подать тепло. Мало того, хочу отметить, что у нас порядка 60% жилых дома уже с ЭТП, это автоматика, которая позволяет регулировать температуру в домах в зависимости от погоды. Например, мне задают вопрос, а вот выходные будут плюс 20. Но система дома автоматически отработает и убавит количество тепла на этот дом. Это первый момент. И второй момент – это распоряжение главы города при словутых плюс 8-5 суток. Тогда уже обязанность всех управляющих компаний АТО, хотят они или не хотят, хотят жильцы или не хотят, обязаны начать отопительный сезон. Это как бы точка, после которой уже надзорные органы начинают контролировать обязательное начало отопительного сезона на всех объектах. А нет противоречия, я просто этого не знаю, что касается документации. Например, дом какой-то решит, или управляющая компания, в состав которого входит несколько домов, решит, что они не просто хотят отопления, они готовы еще за это платить дополнительно, потому что им будет поставляться услуга раньше. С распоряжением властей, управляющая компания может сказать, а у меня сверху нет распоряжения власти, я не буду ничего подключать, не имею права. Вы знаете, вопрос очень такой интересный, сколько юристов, столько мнений. Но вот еще раз, мое мнение, что определяет собственник. Если собственники захотели свой дом отапливать, вы живете, да, вот вы едете в автомобиле, вам надо температура, чтобы была плюс 20, а у вас плюс 14. Но вы же собственница автомобиля, вы же не будете... Включая печку, да. Включайте печку, так и вот и жилой дом, не обязательно жилой дом, какой-то объект социальной сферы, там, не знаю, кинотеатр, магазин какой-то. Вот, например, даже чтобы подготовить ледовую площадку, нужно отопление на вентиляцию. Вот вроде бы абсурд, да, вот лед искусственный. Также надо тепло для этого дела. А как вы думаете, как это все вообще будет выглядеть? Потому что, о чем я спрашиваю, у нас, например, часто собственники в жилом доме в одном подъезде не могут договориться, в какой цвет стены покрасить, не говоря уже о том, что половине будет жарко, половине будет холодно и начнется. Тут же должно быть какое-то единое решение. Не может одна половина дома позвонить нам, включайте, а вторая не включайте. Да, здесь тогда два пути. Либо ждать распоряжения, но зачастую распоряжение, когда уже выходит по закону, когда, то уже квартиры выстывают, начинаются массовые жалобы. Наша задача тепловиков обеспечить возможность подключить, а уже как подключать, каким образом и как это законодательно соблюсти, наверное, не совсем наша задача. Наша задача обеспечить комфорт и возможность потреблять тепло в ту час и в тот день, когда абоненты, наш потребитель захочет. Так же, как вы идете, например, в магазин или там на бензозаправку. Вы сюда приезжаете, там всегда есть бензин. Вы хотите заправляете, хотите нет. Так и тепловая энергия, это такой же товар. Есть желание, потребляете. Нет желания, не потребляете. Есть желание держать в квартире плюс 18, ставьте регулятор на плюс 18, если у вас дом с автоматикой есть. Желание держать плюс 22, ставьте автомат на плюс 22. А к тому, что у нас очень сложно будет с собственником, особенно в тех домах, где очень много квартир, договориться. Ну, такая ситуация, на самом деле, к сожалению, бывает вместо быть. К сожалению, потому что встречаешься с жителями, на самом деле, одним холодом, другим жарко. Такой вопрос, к сожалению, есть. А в пятницу вы об этом объявили? Была ли какая-то обратная связь за это время? На сегодняшний день, так как погода у нас плюс 18, на сегодняшний день пока заявок нет. Но предполагаю, что с четверга уже ночью плюс 6, плюс 8, и аккумулирующаяся способность зданий начнет сейчас, дома начнут выхолаживаться, особенно если не солнечная сторона, то заявки появятся. Приведу пример. В Новосибирске, например, 34 заявки на завтра, соцкульпы планируется подключать. В городе Кемерово наши соседи с 9 сентября соцсфера планируется подключению отопления. В связи еще с тем, что ковид, к сожалению, не ушел, и обеспечить сухой теплый воздух – это немаловажная задача, в том числе власти. А для вас какая комфортная температура? Для меня 22. Надо тогда уже подключать потихонечку. Ну, думаю, что в среду, в четверг. Спасибо огромное, Сергей Валентинович, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. Спасибо. Ну и дай бог, чтобы не все разом кинулись к вам, если как-то законодательство изменится, и соседи, и жители, все смогут договориться. Мы готовы одновременно... У нас сети на циркуляции, будем давление поднимать, нету разницы, один объект или сто. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. Это была программа «После новостей», и мы с вами эту тему продолжим обсуждать буквально через несколько минут в программе «Прямой эфир», и там еще раз подробно обсудим, на что мы имеем право, на что мы можем рассчитывать, или нам придется ждать какого-то общего распоряжения. Не переключайтесь. Продолжение следует...